Внимание для следующего доклада. Внимание для следующего доклада. Внимание для следующего доклада. Внимание для следующего доклада. Ну а что такое непроизвольная психическая активность? Внимание для следующего доклада. 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 Внимание длястрадов. Внимание для следующего доклада. Внимание для следующего доклада. если его нет. Во-вторых, оно пустое в том смысле, что оно пусто от наличия внутреннего алгоритма. Нет технологии его выполнения, нет инструкции в виде конкретных шагов, нет дорожной карты. А на поверку есть только пойди туда, не знаю куда. Чтобы простить, что вы должны сделать? Пациент может ответить на этот вопрос многими словами, но конкретики в них не будет никакой, потому что мы сильной волей простить кого-то здесь сейчас, находиться в ситуации, пойти туда, не знаю куда. Почему вообще речь идет о пустых усилиях? Потому что это очень частый феномен, и дело в том, что когда пустые усилия входят в структуру очень многих наших переживаний. Причем как здоровых, так и патологических. И когда они участвуют в наших переживаниях, мы всегда испытываем ту или иную степень душевной боли. Но самый, может быть, яркий пример встраивания пустых усилий в здоровые переживания, это эмоциональные реакции, которые мы назвали субъективно-избыточными негативными эмоциональными реакциями. То есть это реакция на ситуацию в виде негативной эмоции, которую сам человек, который испытывает эту эмоциональную реакцию, воспринимает как слишком сильную, как избыточную. Вот когда есть такая ситуация, в переживании в скрытом виде всегда присутствует пустые усилия. Ну я приведу такой бытовой пример из своей вчерашней жизни. Так случилось, что так сложились обстоятельства, что на подготовку доклада сегодняшнего у меня было всего несколько часов. И вот когда я начинал готовиться, я испытывал очень сильное напряжение. Очень сильное напряжение, очень сильную тревогу, раздражительность. В общем, чрезмерно напрягался. Ну поскольку я знаю что-то про пустые усилия, я себя спросил, а не слишком ли ты сильно реагируешь на эту ситуацию. Ответ изнутри пришел, что слишком сильно, надо бы поменьше. Ну а раз так, значит, есть пустое усилие. Ну и понятно, в чем оно выражалось. Выражалось оно как раз в том, чтобы в эти несколько часов подготовки доклада заставлять мозг работать быстрее и качественнее, чем он работает сам. То есть заставить работать структуру, презентацией которой, собственно, я и являюсь. Привет Андрею Владимировичу. Когда я это осознал, я осознал, что это невозможно. Конечно, я сразу успокоился, и чрезмерное напряжение перешло в напряжение рабочее, продуктивное. Это субъективно-избычно-негативно-эмоциональная реакция. Это может быть главная мишень терапии пустого усилия, потому что они вездесущие. Еще раз говорю, как бывает в здоровой жизни, так и при расстройствах личности, и часто им переполнены депрессивные пациенты. Тут, в общем, всегда можно найти приложение методики. Но также пустые усилия, они входят в структуру многих симптомов, уже не реакции, а симптомов. Например, вот тех симптомов, которые перечислены здесь. Всегда, когда пустые усилия присоединяются к симптомам, они эти симптомы, или, вернее, напряжение, связанное с симптомом, усиливают геометрической прогрессией. Если отделить симптом от реакции на него в виде пустого усилия, а обычные пустые усилия здесь негативные, убрать симптом, уничтожить его, подавить каким-то образом. Если это пустые усилия убрать, напряжение сразу редко падает. Все эти разработки мы попробовали применить для лечения симптомов трехотеломонии. И была сформулирована такая терапевтическая модель. Перед импульсивными действиями, перед выдергиванием волос за минуту или за часы по разным причинам происходит сгущение негативно-эффективной симптоматики, то есть растет душевное напряжение. Сейчас не будем выяснять по какому поводу, но оно нарастает. Может быть аутохтонно, может быть в связи с какой-то реакцией на что-то. Но главное, что оно нарастает. На фоне этого усиления депрессивного переживания, ну, в широком смысле депрессивного переживания, имеется в виду, возникает или усиливается пустые усилия. Но я сразу приведу пример нашей такой самой показательной больной, самой яркой. Она творческий человек, дизайнер. У нее такое мягкое биполярное расстройство второго типа, то есть мании исключительно в виде гипомании, причем продуктивных. Депрессии тоже не глубокие, максимум средней тяжести, чаще даже легкой. И вот в депрессивном эпизоде у нее развиваются трехотеаломанические симптомы. Какое у нее пустое усилие? Дело в том, что ей в депрессивном состоянии не хватает вдохновения. Она не может так вдохновенно работать, как работает в нормальном состоянии, уж тем более так, как работает гипомания. И пустое усилие заключается в том, что она пытается как-то так на себя повлиять, как-то так напрячься, чтобы это вдохновение случилось, чтобы это вдохновение начало свою работу. А это как раз и есть пустое усилие, потому что вдохновение не включишь. Значит, вот сгущается это напряжение по какой-то причине. Может быть, сама по себе сгущается эффективная симптоматика, а может быть, она сталкивается с какой-то ситуацией, например, ей предлагают новый проект, она понимает, что в таком состоянии не может за него взяться. Вот в этой ситуации усиливается напряжение и расцветает это пустое усилие, которое и так почти все время в ее состоянии присутствует. Как следствие напряжение еще возрастает и требует какого-то разрешения. Поскольку пустое усилие не может реализоваться, а человек сосредоточен здесь как раз на реализации пустого усилия, сознательно или подсознательно, это, кстати, не важно, возникает смещенная активность в виде импульсивного действия. То есть хоть как-то снизить напряжение. Тогда происходит разрядка напряжения и формируется привычка. А если эта модель имеет какое-то отношение к реальности, то устранение пустого усилия из переживания должно останавливать процесс. То есть если пустое усилие в этот период перед импульсивным действием устранить, то, собственно, должно наступить расслабление. Но у большинства наших пациентов так и происходило. Всего 10 пациентов, все женщины, возраст от 18 до 30, выраженность по шкале массачусетской трехотиломании от 13 до 21 балла, коморбидные расторжения 7 человек, депрессивный эпизод. Часть из них биполярная, часть рекуррентная, депрессивная. У части просто депрессивный эпизод. Три человека дистемической расстройства, или точнее, лучше сказать, что не дистемической расстройства, как таковое, а расстройства настроения дистемического уровня. все пациенты получали СИФЗС, нормотимики или их сочетания. У большинства из них лекарственная терапия облегчала состояние, но все-таки трехотиломанические симптомы оставались. Методика инверсии возможностей состоит из двух главных частей. Это выделение переживаний пациента пустого усилия и измерение веры и возможность его реализации здесь и сейчас. А после выделения проводится когнитивно-поведенческая дискуссия, нацеленная на уничтожение этой веры до абсолютного нуля. Это очень важно. В этой методике надо добиться, чтобы вера, возможность реализовать пустые усилия составляла действительно ноль. Даже если она составляет субъективную тысячную долю процента, облегчение не наступает. Только абсолютный ноль приводит к результату. Ну и терапевтическое осуждение. Я могу это сделать, заставить мозг работать лучше или выключить чувство, или мысль. Прямо здесь, сейчас. Но я вам расскажу про инструменты, которые используются в дискуссии, которые, как правило, в большинстве случаев приводят к результату. Первый инструмент, которого частенько оказывается достаточным. Я говорю, тут будет речь про семь инструментов. Кстати, кто применяет методику, в книжке описаны шесть инструментов. Здесь еще седьмой появился. Но то, что их семь, это не значит, что их обязательно все семь надо использовать. Часто лишь один из них может решить проблему. А иногда все семь требуется. Первый инструмент называется «Как?». Это требование конкретики. Если вернуться к этой больной, которая пыталась включить вдохновение, мы задавали следующие вопросы. «Что конкретно вам нужно сделать для того, чтобы включить вдохновение?» Как именно вы это сделаете? Представьте, что я вам пришел с такой проблемой, мне нужно включить вдохновение. Что вы мне посоветуете? Только конкретно, пожалуйста, не в общих словах, так, чтобы я мог понять. Пытаясь отвечать на такие вопросы, пациент начинает ощущать, что его усилие сводится просто к напряжению как таковому. То есть инструкции конкретных действий, конкретных ступеней исполнения, конкретной возможности реализовать это напряжение у него не существует. Бывает так, что этого инструмента оказывается достаточным. И было время, когда я только начинал использовать методику, был вообще только один этот инструмент. Я его в разных вариациях применял. И уже тогда добивался достаточно хороших результатов. Второй инструмент называется изменение стимула. Суть приема состоит в том, чтобы помочь пациенту вообразить ситуацию, причем можно даже фантастическую ситуацию, в которой нужные изменения легко произошли бы. Как бы произошли бы сами собой. Нужно помочь пережить воображение ситуации, в которой задача, направляющая пустые усилия, наверняка получила бы решение. Но в данном случае, что вам помогло бы включить вдохновение? Ну, что пациент может ответить на этот вопрос. Желательно тут, кстати, найти три таких стимула потенциальных, которые приведут к реализации, как бы к реализации пустого усилия. Ну, например, эта пациентка ответила, что да, если бы у меня не было, если бы у меня кончилось депрессивное состояние, наверное, с вдохновением было бы полегче. Первый момент. Второй момент. Влюбилась бы. Если влюбилась бы, тоже появилось бы вдохновение. Третий момент. Не помню, что оно сказало, но можно пофантазировать. Что еще? Вспомнил, что оно сказало. Оно сказало, что я стал известным на весь мир дизайнером. Получила признание. Вот оно сейчас получило известие о всемирном признании. В этой ситуации, наверное, тоже вдохновение бы усилилось бы. И вот после того, как мы приводим, находим такие стимулы, которые вызвали бы вдохновение, мы обращаем внимание достаточно резко, достаточно жестко на то, что здесь и сейчас этих стимулов нет. Вот здесь и сейчас вы находитесь в ситуации, когда этих стимулов нет, и вы один на один с попыткой реализовать это пустой усилие с попыткой включить вдохновение исключительно прямым усилием воли, без вот этих помогающих обстоятельств. Очень часто вот это осознание того, что в принципе я на это способен, в принципе мой организм на это способен, но только в других обстоятельствах, тоже помогает достичь инсайта и достичь понимания того, что здесь и сейчас это не в моих силах. Третий инструмент называется вагон дров, и он обычно используется тогда, когда у пациента есть подозрение, что у него не получается реализовать пустые усилия, потому что он плохо старается. Дескать, вот чего-то я не доделаю, если буду стараться лучше, то все получится. И тогда мы просим пациенту представить, сколько чисто физической энергии он готов вложить в то, чтобы реализовать пустые усилия. Ну, например, сколько километров вы готовы пробежать для того, чтобы включилось вдохновение, или сколько холодильников помыть. Например, наша пациентка сказала, что она отбежала до тех пор, пока хватило бы сил, пока бы не упала, лишь бы вдохновение включилось. А это она оценила в десяток километров. И вот после такого вопроса, после такого ответа, вернее, пациента, мы обращаем внимание на то, что, смотрите, как же так получается. Есть у вас энергия, которую вы готовы вложить, потенциальная энергия, которую вы готовы вложить во что хотите. Почему не вкладываете? Энергия есть, есть желание вложить. Почему же она не вкладывается во включение вдохновения? И тут тоже может наступить инсайт, понимание того, что, да, действительно, есть работающая батарейка, есть работающая лампочка, но между ними нет проводка. Нет, и, к сожалению, здесь сейчас нигде его не возьмешь. Следующий инструмент называется искренние намерения. он тоже используется в ситуациях, когда пациент подозревает, что он плохо старается. И заключается он в том, чтобы выявить абсолютную для пациента ценность или потребность, связанную с реализацией пустого усилия. То есть в данном случае мы спрашиваем, для чего вам включать вдохновение? Ну, пациентка отвечает, что для того, чтобы работать. Но мы на этом не останавливаемся. А для чего вам работать? Ну, для того, чтобы там зарабатывать деньги. А для чего вам зарабатывать деньги? И мы не останавливаемся в этих вопросах а для чего, для чего, для чего, пока пациент не назовет какую-то важную для себя ценность, которая но является для него каким-то предельным кайфом, как вырвался один пациент для него. У нашей пациентки это предельная ценность была то, что когда она в состоянии вдохновения, когда у нее все спорится, когда она работает, она чувствует себя включенной в реальность, чувствует себя частью Вселенной и необходимым звеном строения Вселенной, как-то так она формулировала. Тут вообще важно добиться какого-то выхода на такой экзистенциальный уровень. И вот когда мы находим такую ценность, такую потребность, которая стоит за попыткой реализовать пустые усилия, мы спрашиваем, хорошо, а разве для достижения такой цели можно плохо стараться? И пациент понимает, что нет, для достижения такой цели стараться плохо нельзя. Значит, дело не в плохом старании, а в чем-то еще. Например, в том, что это в принципе невозможно. Следующий инструмент, сделай это здесь и сейчас, это опытное переживание невозможности реализации пустого усилия. Ну, в данном случае, прямо здесь и сейчас включите вдохновение. Но если не включите, то, по крайней мере, ну как-то на миллиметр подвиньтесь в эту сторону. Хотя бы начните его включать. Вот вы сейчас, пожалуйста, три минутки посидите, повключайте вдохновение, я вас даже оставлю, а когда вернусь, расскажите, что у вас получится. Ну, естественно, у пациента это не получается. И на этом этапе тоже может возникнуть инсайд. Следующий инструмент обычно используется после предыдущего. Называется он «Пойди туда, не зная куда». Это переживание попытки завершить заведомо невозможное действие и сравнение этого переживания с опытом, полученным в предыдущем упражнении. Ну, например, мы просим действительно пойти туда, не зная куда. Встаньте, пожалуйста, и пойдите туда, не зная куда. Что это значит? Это значит за мгновение до совершения действия не знать, какое действие вы совершите. Ну, естественно, человек, когда пытается это делать, он впадает вот в этот капкан, он испытывает его на себе очевидным наглядным образом. Или можно попросить подвигать бутылку на столе, чашку на столе. Только тут должен быть чистый эксперимент, не напрягая глазных мышц, не напрягая ничего, а просто силой воли. Пожалуйста, подвиньте чашку. Пациент пробует это делать, естественно, чашка никуда не двигается. И мы его спрашиваем, вот то, что вы сейчас испытывали, когда двигали чашку или когда ходили туда, не зная куда. Вот само это переживание похоже на то, что вы пережили в предыдущем упражнении, когда пытались включить вдохновение здесь и сейчас. Ну и, как правило, опыт аутентичный. И то, и другое. И для человека становится очевидным, что и то, и другое пустое усилие. Пустое усилие нереализуемое. И, наконец, седьмой инструмент называется идеал реальность. На самом деле, его можно рассматривать как вариант второго инструмента изменения стимулов, но для практически лучше его носить в отдельные инструменты. Речь идет о разделении идеального и наличного «я». Очень часто, это не ко всем пациентам относится, но это относится к тем пациентам, которые чувствуют, что они постоянно как-то, какое-то время, по крайней мере, внутренне развиваются, да, самореализуются, идут к какой-то цели. Самоактуализируются, вот находятся в процессе развития. И вот такие пациенты часто путают свое идеальное «я», к которому они, возможно, придут в конце этого развития, со своим наличным «я». И тогда мы их спрашиваем, вот представьте, что ваша самоактуализация, ваше развитие пришло бы, ну, если не к завершению, но вы дошли бы до каких-то высоких уровней, да. Вот там вы смогли бы включить вдохновение? И да, говорит пациент, вот в том своем состоянии, которое еще впереди, наверное, с этим не было бы проблем. И тогда мы спрашиваем, а по вашим прикидкам, сколько вам еще двигаться до этого состояния? Ну, и, как правило, тут пациент называет какой-то большой временной промежуток. Хотя я помню девушку, которая сказала мне несколько часов до этого, да. Но все равно временной промежуток есть, да. И тогда мы говорим, а не получается ли так, что вы сейчас здесь из себя такой, такой, какая вы есть, да, из себя наличной, от себя наличной требуете того, что будет возможно для вас только по прошествии какого-то времени, да. И не просто по прошествии времени, но и это время предполагает движение по каким-то ступеням, какие-то достижения, какие-то действия, да. То есть от себя наличного требуете как от себя идеального, которым вы пока, по крайней мере, не являетесь. Ну, и надо сказать, что когда все инструменты не работают, седьмой, как правило, срабатывает, да. И возникает чувство инсайта, чувство освобождения. Он, как правило, проявляется вегетативно, это видно. Видно по изменению и тургара кожи, и порозовение лица, и общее расслабление, да. И главное, что пациент уверенно заявляет, что его отпустило, да. Да, и самое главное, мы видим, конечно, глубокий вдох. Глубокий вдох произошел, можно успокоиться. Вот такую методику мы применяли для пациентов с трихотиломонией. И в результате 8 из 10 пациентов за относительно короткое время, в среднем это было 5 терапевтических сессий, достигли средней для высокой степени улучшения по вот этому чистосоветской шкале. Котам у нас пока 3 месяцев, но уже, наверное, немножко больше, давно не считал. У 4 из успешных пациентов случались кроковременные рецидивы, но они быстро купировались за одну терапевтическую сессию. Двое из пациентов, из пациенток на фоне улучшения отказались от антидепрессантов, а 2 пациентки никак на терапию, к сожалению, не ответили. Но вот вывод можно сделать такой, что методика приложима трихотиломонии, но, конечно, для оценки, насколько приложима 10 пациентов, мало, конечно, нужны более широкие исследования, и желательно, конечно, сравнить еще эффективность методики с эффективностью экспозиции, и с эффективностью тренинга и изменения привычек. Есть книжка терапия пустого усилия, в печатном виде она уже распродалась, но она есть на MyBook или Trust, там все это подробно описано. Про трихотиломонию там не описано, а описано прежде всего терапия пустого усилия при субъективно-избыточных эмоциональных реакциях. В Facebook есть группа терапии пустого усилия, кто заинтересовался, милости просим. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Антон Маркович, за доклад. И я напоминаю, что у нас есть время для вопросов. Два вопроса из зала, которые сейчас можно задать. Поднимайте руку, если у вас есть вопрос, и волонтер с микрофоном к вам подойдет. Давайте, волонтером сейчас буду я. Добрый день, меня зовут Куракова Аделина. Мне интересно было бы для себя лично, вот именно понравился ваш личный опыт, который вы рассказали перед данным выступлением. Интересно было бы, потому что очень часто здоровые люди встречаются с этим явлением, и вот чуть-чуть подробнее, то есть мне предстоит сдать какой-то экзамен, или у меня там неожиданно действительно ситуация с докладом. Вот как вы для себя решили эту проблему? Не в терапевтической практике, а вот в такой... Для себя? Да, для себя. Просто очень интересно. Ну, я задаю себе вопрос, что я здесь сейчас от себя требую. Ну, собственно, такой же вопрос я и пациентам задаю. Что я от себя требую здесь и сейчас? Или какая задача передо мной стоит здесь и сейчас, которая вроде как не решается? Но лучше всего про требования к себе. Можно спросить еще, что я должен? Как у Элиса это происходит. Но тут главное, что не только должен, но и могу. Что я должен и могу сейчас делать. И вот вчера у меня было, что должен раскрутить работу собственного мозга. Вот, а дальше вопрос такой, а насколько ты в это веришь? Я себя спрашиваю, что можешь заставить мозг работать быстрее и качественнее. Ну, у меня вчера сразу ноль выпал. Ну, я тренированный человек. А вообще у пациентов там возникает какой-то процент. Там 50 или 80 или 5 процентов. На самом деле неважно, сколько процентов. Главное, что какой-то процент возникает. И дальше надо аргументами с помощью вот этих инструкций семи отнимать эту веру, то, что я это могу здесь и сейчас. Спасибо, коллеги. Еще вопросы поднимать? Да, иду к вам. Меня зовут Юля. Подскажите, на каких категориях пациентов или клиентов уже эта методика опробована? Извините, пожалуйста, плохо слышно. На каких категориях клиентов или пациентов эта методика уже опробована? Вот кроме того, что вы рассказали. А вот я показывал слайд, да, при каких? Я объясню немножко. Я работаю с постинсультными пациентами. Так. У них есть, на мой взгляд, пустые усилия, когда они стараются за очень короткий срок стать такими же, какими были раньше, до инсульта. Да. То есть, на мой взгляд, это прямо вот оно. Да, это пустые усилия, конечно. Да. И с ним можно работать. Мне кажется, вот такая короткая терапия, которую вы рассказали, она может быть неэффективна в данном случае? Или все-таки эффективна? Ну, прямо с постинсультными больными я не пробовал, да. Но, например, больному с эндогенной апатической депрессией, да, которая требует от себя того, что в этом состоянии просто не может. Это помогает. За короткий срок. Но что значит за короткий срок? Тут пациенты бывают разные, да. Вот как бы сама методика на сессии, да, чаще всего срабатывает, да. Берут ли эти знания пациенты дальше с собой и начинают их применять, да, в таких же ситуациях. Потому что один раз вы сняли пустые усилия, это не значит, что пациент в него через некоторое время снова не влипнет, как бы, да. Поэтому обычно приходится, вот еще раз говорю, что инсайт достигается сразу на терапевтической сессии, возникает облегчение резкое, да, оно некоторое время держится, потом человек опять попадает в пустые усилия, да. Снова надо повторять процедуру и так до тех пор, пока человек это не начнет делать сам, да. А в помощь того, чтобы у него получилось это делать самому, существуют опросники, да, помощь пациентам, да. Но по моим ощущениям, да, с постинсультами больными, то есть, в общем-то, людьми в нервно-психическом плане здоровыми, да, это должно работать, ну, понятно, что они в ситуации стресса находятся, да, но все-таки это там не расстройство личности, это не невроза там и так далее, да. Это должно работать быстро. Коллеги, спасибо за вопросы. Еще раз поблагодарим Антона Марковича за выступление. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok